Всем привет! Сегодня немножечко остановимся на воздушных корешках, которые растут на теле кактуса. И я расскажу вам, зачем черенковать кактусы. Вот у меня селиницириус грандифлорус и на нем воздушные корешки. Если вы захотите укоренить этот кактус, вы можете спокойно отрезать, вот здесь начеренковать. И на землю поставить этот кактус буквально уже сразу начнет, пойдет в рост. Воздушные корешки, через них кактус также получает влагу. В природе эти кактусы не растут в горшках, а они оплетают как лианы, деревья. И вот так вот цепляются ими, растут вверх. А дома у вас они пускают корешки. Все это связано на генетическом уровне. Это их такая особенность. Через эти корешочки они также получают влагу. Вот у меня, допустим, селиницириус был на улице и на нем очень мало корешков воздушных. Так что ничего такого страшного нет, если вы обнаружили на вашем кактусе какие-то воздушные корешки. Вот здесь у меня, допустим, аустрокактус и тоже на нем воздушные корешки. Этот аустрокактус, он любит ложиться, вот так вот прилечь, и тем самым может быстренько укорениться. Я его постоянно вот так немножечко поднимаю, чтобы он не отдыхал на других кактусах. Для чего я иногда черенкую кактусы? Вот смотрите, допустим, вот этот. Три года назад, это эхинопсис гибридный, и он подгорел на солнце. Видите? А вверху прекрасно выглядит, уже подрос. Вы можете его вот здесь отрезать, подточить под карандаш, подсушить, и кактус укоренится. Или вот здесь, посмотрите, это кусочек черенок кактуса. Мне его дали, это эхиноцериус. Я его укоренила, и вот уже растет нормальная полноценная детка, которая в следующий год, вероятно, подрастет еще больше, и я смогу ее отделить и укоренить. На этой поверхности может появиться еще несколько деток, которые вы можете также укоренить. Также мне прислали фотографию и попросили совета. Вот кактус рос-рос, летом все хорошо, весной тоже. А осенью поставила на подоконник, занесла с балкона, и он начал вытягиваться. И почему-то, не знаю, что случилось, я даю ему пить. Я думаю, может быть, что-то не хватает, каких-то витаминов. Я его каждые две недели зимой поливала, но он так вытянулся и стал некрасивый, и перестал цвести летом. Ну, конечно, друзья, это нормально. Зимой кактусы должны отдыхать. И совершенно их не надо поливать. Они отдохнут. В этот период, в зимний, закладываются бутоны, и уже начиная с весны, могут кактусы вас порадовать. Вот, смотрите, допустим, возьмем вот этот кактус. Он, на него напал клещ очень давно, уже много лет ему оттукнул кактусу. И я отрезала верхушку. Здесь уже наверху очень было много деток. Я их укореняла, раздавала, продавала. И вот, смотрите, опять лезет две детки. И вот еще и внизу. Так что, если вы произвели черенкование кактуса, обрезку, вы не выбрасывайте нижнюю часть. Она вам даст отличных деток. Смотрите, как вот я отделила одну детку, и вот она какая огромная, стала уже полноценным кактусом. Красивым, без всяких изъянов, как вот здесь, да? Или вот, пожалуйста, я купила этот кактус в теплице, и он мне очень не понравился, нижняя его часть. Такая вот тонкая. Вот. Я взяла. Здесь произвела рез. И вот, смотрите, пошли уже три детки. И отделила верхнюю часть кактуса. Вот он. Это Хаагицериус аустралис. И он, как вы видите, вот здесь, он цвел. Прекрасно. Вот. И еще один есть у меня. Также отделила. И вот он стоит на укоренении. Но, несмотря на то, что он на укоренении, он также цвел в этом году два раза, по-моему. О, пожалуйста. Обнаружила сати и хинопсис миробилис, который или уже отцвел сегодня ночью, или будет свести. Но, как вы знаете, уже идет дело к зиме, и нет такого цветения обильного в теплице. Поэтому каждый бутон сейчас приносит огромную радость. Все еще цветут гимноколициумы. И вот здесь вот цериус, клейстокактус, он набирает снова бутоны. Возможно, возможно, что процветет. Но мы посмотрим, будем наблюдать. Ну что ж, друзья, немножко сегодня остановились на воздушных корешках. Это ничего страшного. Вы можете даже их обрезать на своих... На чем у вас там, на селиницириусах или где. Если вы положите любой кактус... Вот вы отделили детку. Вот возьмем от лобивия, да? Отделили детку. И вы забыли о ней. Вы ее просто на бок положили. Все. Она отдыхает. И вы просто не думаете о ней. Вы забыли. Она может тоже пустить воздушный корешок не там, где положено, где и как ей надо расти, а просто сбоку. Это такая у них, у кактусов, особенность. Вот эта вот царица ночи у меня ни разу не цвела. Посмотрите, сколько много воздушных корешков. Огромное количество. Ну, вот такие дела на сегодня. Сейчас обеденное время. В теплице 13 градусов. Довольно прохладно. Поэтому я вам всем желаю всего самого наилучшего. Пойду-ка я лучше в комнату погреюсь. До свидания.